Продолжение следует... Если идет перевод, я прошу прощения, потому что я говорю быстро, а странный спикер может быть, или все очень быстро переводится, но как-то так. Собственно, представлюсь еще раз, я, моя фамилия Красовский, я представляю вам самый эффективный и самый продуктивный центр луковосцидоза на территории 17 миллионов квадратных километров, это центр луковосцидоза взрослых в Москве. Я расскажу про международные, ну и, собственно, опытом лечения патогенов, которые, собственно, представлены на слайде. Не слышно? Так, собственно, что объединяет эту флору? Это грамма отрицательной неферментирующей флора. Ну, здесь были определенные неясности в токсономии в свое время, поэтому многие из них, кто пишет, стендрофамонос и бархардер называли в свое время, собственно, псевдомоносом. Хотя мы сейчас знаем, что по токсономии ближе друг к другу акромобактер в бархардере, то есть стендрофамонос чуть где-то в стороне. Что их объединяет? Ну, это рост распространенности среди муковосцидоза, это мультирезистентность ко многим антибиотикам, и действительно принципиальным их проявлением является природная резистентность к аминогликозидам. И что бы кто ни говорил, это ошибочная идентификация между собой. Микробиологи меня могут заплевать, что, мол, там стендрофамона легче выделить и ее очевидно выделить, но конкретно, работая в практическом муковосцидозе, мы постоянно видим ошибки, эти микробы постоянно между собой путают, то есть была стендрофамона, потом ахромобактер, потом амсипация, а когда мы проводим мультилокусное секвенирование, мы только в реальной жизни, в реальном моменте видим, что это за микроб, то есть есть ошибочная идентификация. Про что я хочу рассказать? Я хочу рассказать про эпидемиологию и распространенность. Про влияние на течение муковосцидоза, про лечение, включая трансплантацию легких. Итак, очень часто мы показываем этот слайд, это последний национальный регист американский. Собственно, здесь есть классические патогены, стефиловок и синегронная инфекция, которые в верхней части слайда, ну и, конечно, те микроби, по которым мы говорим, они где-то там внизу. Да, тут частота их особо не видна, но там они где-то, то есть вроде их частота невысокая. Но если посмотреть на количественные характеристики, то мы видим, что стендерфамон это 14% больных, а хромобатор 6% больных и сипация 2,6%. То есть суммарно это более 20% от всей популяции. Много это или мало? Наверное, много. Раньше еще в России 10 лет назад, и сейчас мы постоянно пишем в статьях о том, что это новые патогены, которые появляются, и, наверное, их клиническая значимость будет расти. Но, наверное, нам надо привыкнуть к тому факту, что это не новые патогены, которые появляются, а это уже классические патогены примуковисцидозе. Конечно, не такие ретро-патогены, как синевной инфекции стефилобок, но это действительно уже классика, с которой нам надо бороться и надо иметь в виду. Справа, что здесь интересно? Интересно медиану возраста первого появления. Посмотрите, стендерфамона 10 лет, а хромобатор 14 лет, сипация почти 20 лет. То есть это действительно микрофлора в основном взрослых пациентов. Наш национальный религистер 2015 год, он несколько отличается от американского. Что здесь интересно? Стофилобок, синевной инфекции, действительно верхней части этого графика. Стофилобок в России почему-то во взрослом возрасте не очень-то снижается, как в Америке. А снизу мы видим те патогены, которые, собственно, про которые мы и говорим. Особенно внимание на брокардерию сипации, эпидемический сплеск примерно в возрастной группе 24-28 лет, где частота в этой группе достигает по уровень 20%. Это наша проблема в России, это продолжающаяся эпидемия брокардерия сипации комплекса. Ну, на слайде здесь представлена частота конкретных цифр. Еще раз посмотрим. Бокардерия сипации 6,6%, то есть в три раза больше, чем в Америке. Стендерфамона 3%, то есть в несколько раз меньше, чем в Америке, а хромобак 3,9%, опять же чуть-чуть меньше, чем в Америке. Это распространенность этих микробов среди нашего населения, собственно, среди больных муковоскозного национального регистра. С 2015 года мы объединили регионы в округа, и здесь видно, что, собственно, есть некоторая разница в распространенности этих микробов. В чем тут подвох, в чем тут причина, мы точно не знаем, но отчасти это, наверное, плохая идентификация, и, наверное, отчасти действительно разная распространенность в разных округах. Ну, собственно, по стендерам АМОНИ, посмотрите, вот такие данные. По ахромобактам они еще больше различаются, в частности, вот в Южном федеральном округе, и в Приволосном федеральном округе их ахромобактам меньше. Бокардерия сипации комплекс тоже различается от округа. Ну, то есть в России она встречается неравномерно. Динамика инфицирования тех или иных патогенов по данным различных регистров. Американский регистр 2015 года здесь динамика с 89-го года. 27 лет. Что мы видим? Ну, кроме того, что изменяется структура сцилатистом стафилококка и синейной инфекции, опять же, в нижней части графика мы видим. Ну, мы видим некоторый рост энтрофамона и достаточно стабильные низкие уровни ахромобакторы и прохождение сипации комплекса. В России. В России мы можем оценить только за последние пять лет, собственно, за время существования национального регистра. Здесь вроде как все стабильно. Действительно, они есть, но микробы как бы ни вверх, ни вниз. Ахромобактора здесь у нас нет, потому что национальный регистр стал оценивать ахромобактор совсем недавно, примерно, ну, два года назад. Поэтому по динамике ахромобактора можно сказать по некоторым компликациям. Ну, вот, в 2010 году по Москве и Московской области, вот, я проводил оценку, было 2,4%. И нижняя часть слайда, здесь уже по национальному регистру, город Москва, ну, примерно, абсолютно такая же ситуация, как и по Москве и Московской области, 6%. То есть мы видим, за последние годы частота ахромобактора увеличилась. Связано это с лучшей идентификацией, действительно, ростом этого микробы, мы не знаем, но по факту оно увеличилось. Ну, и другие оценки, в частности, оценка инкарно-ошервы в Ярославской популяции, 5%, и по взрослым пациентам, 6-3%, тоже в момент 2014 года. Но, опять же, с этим взрослым пациентам, очевидно, эта инфекция встречается чаще. В Европе наши российские данные по сравнению со многими странами Европы. Ну, и здесь в конце. То есть, действительно, в России охрана на стендерфомона встречается не так часто по сравнению со многими странами Европы. По ахромобактору в Европейском регистре нет данных. Это большой минус Европейского регистра, что не учитывается такая важная флора. Что здесь интересно, собственно, по национальным регистрам, которые представлены в общей публикации. Вот по Франции в 2013 году 5,7%, при этом в 2001 году было всего лишь 2,7%. То есть, 3 раза во Франции частота ахромобактора увеличилась. В Канаде 4%, в Австралии 3,7%. В США, опять же, 6,1%, в России 3,9%. А на островах Великобритании тоже не учитывается ахромобактор. Почему, неизвестно. В Архадарии ситуация комплекса. Ну, и здесь мы в лидерах. Если не играть, конечно, Сербию и Латву. То есть, здесь, конечно, к сожалению, Россия выглядит на общеевропейском фоне плохо. У нас очень высокая частота проходной республики комплекс по сравнению со многими странами Европы. Структура. Ну, со стендрофоманой там все ясно. Там один рот, пять видов. Клинические значения имеют только стендрофоман с мультофилем. Более интересная структура того же ахромобактора. Здесь много было очень таксономических неясностей, глупостей, алкаликинец, ахромобак. Постоянно все это перетекает и перетекает. Сейчас ясно, что есть рота ахромобактора. Я хочу сказать, что здесь по сравнению с мировыми данными мы достаточно в таком паритете. У нас доктор Воронин из Москвы делает нотилокусное секвенирование. Было показано, что в России доминирует ахромобактор Роландия. В том числе СТ, то есть секвенс тип СТ-36, который является эпидемически значимым секвенсом для России. Ахромобактор ксилосоксиденц 35%, но и другие ахромобакторы встречаются чуть-чуть меньше. В мире же доминирует ксилосоксиденц над Роландией. То есть мы, естественно, пошли своим путем у нас в Роландии в мире ксилосоксиденц. Баркардерия сипации в комплексе – это тоже очень разношерстный род и вид. Естественно, сейчас уже 20 видов сипации, и 20 из них обретены паркардерия сипации в комплексе. Наверное, будут еще, но основное ключевое значение имеет баркардерия сипации, баркардерия мультигорода. Структура сипации в России, опять же, Ольга Львовна Воронина, 2013 год, 58 пациентов. Доминирует баркардерия сипация, секвенс тип 709, которая составляет 70% от общей выборки. Это выборка 58 пациентов. Другая работа, ну, она чуть-чуть повторяет работу, которая была предыдущая, 109 пациентов. Чернуха, 2014 год, сипация 709, выделяется отдельно сипация, секвенс тип 208, и здесь уже без ложной скромности называется московская сипация и самарская сипация по местам начала эпидемии, собственно, этих самых сипаций в нашей стране. Другие виды сипации встречаются намного ближе. Ну и наши данные, данные Института полимонологии, 2017 год, доминирует все таже сипации, секвенс тип 709, то есть московская родная сипация. Что творится в мире? В мире чуть-чуть структура сипации несколько другая. Доминирует, ну, сипация мультиворность, но во всем мире мультиворность намного больше, чем в России. Если честно, вот будет доклад по американскому регистру, конечно, очень хотелось узнать, что представляет из себя просто бархардерия сипация, вот эти 354 человека, то ли это неэтипроцированная сипация, то ли это действительно та бархардерия сипация, которая представляет из себя бывший герой киномалак. Я не знаю, но надеюсь, что-то еще одно. В Канаде тоже самое сипация и сипация больше, но практически столько же бархардерия мультиворность, всех остальных намного меньше. Распределение по возрасту, ну, опять же, наш национальный регистр, здесь все очевидно. Бархардерия сипация всего 6%, ну, посмотрите, в 3 раза больше у взрослых, а храмоватор в 3 раза больше у взрослых, стендрофамоны примерно среди взрослых и детей одно и то же количество и число. Как влияют эти микропы на течение муку с циррозом? Стендрофамоны с мультифирием. Микропы относительно безопасны. Нет очевидного влияния на наградацию лепочной функции и, собственно, увеличение смертности на выживаемость. Возможность самоэрадикации. Не очевидна контагиозность. Но в некоторых, правда, работают, что есть большая частота обострения при инфицировании этих микропов. Несколько лет назад, даже несколько лет, 10 назад, нам казалось, что это агрессивный микроб. Почему нам так казалось? Потому что мы неправильно идентифицировали стендрофамоны. Как потом оказалось, а, собственно, в результате работы с кинетическими методами, что та стендрофамона, которой мы думали 10 лет назад, что это стендрофамон, оказалась сипацией или ахромобактером. Действительно, стендрофамона относительно безопасный микроб. Но появляется все больше и больше работ, которая ассоциирует взаимосвязь стендрофамоны с наличием аспергиллоза. То есть, с наличием, собственно, аспергилл в макроте или даже с развитием аллергического бронхолевочного аспергиллоза. Появляется все больше и больше работ, которые связывают развитие стендрофамоны с мигобактериозом. Потихонечку, потихонечку это количество работ увеличивается. Тем самым, стендрофамон является абсолютно патогенным микробом, но может являться маркером неблагоприятных событий в бронхолевочной системе. То есть, у этих пациентов можно поискать и стоит поискать мигобактериоз или аспергиллоз. Как мы знаем, мигобактериоз тоже появляется работой, связан с аспергиллозом. То есть, вот эта вот тройка стендрофамона, микобактериоз и аспергиллоз как-то взаимосвязаны. Это не стопроцентная синергичность. Но действительно, во многих работах показано. Например, в 25% случаев стендрофамона сочетается с аспергиллозом. Ну, такие новые данные, вот совсем-совсем свежая работа, говорят о том, что есть какая-то синергичность в образовании пиоглёнов между стендрофамоной и грибами. Как-то там они локально очень дорожно живут. Я уж не знаю эти микробиологические премудрости, но вот действительно так бы и есть. Ахромобактер клиническое течение. Разные есть мнения. Мнения расходятся. Более агрессивное течение заболевания при инфицировании ахромобактером в основном говорят про это, работы последних лет. Есть и мнение о том, что сопоставимое с, например, синергонной инфекцией течение заболевания. Ну, в частности, моя работа, вот, ой-ой-ой, вот, я, собственно, проводил анализ, там, в 2014 году, просто сделал одномоментное исследование ОФВ-1 у пациентов с синергонной инфекцией, с ахромобактером. Мне тогда показалось, что абсолютно одинаковые цифры. Другое мнение, например, отечественных специалистов Ашерова говорит о том, что более агрессивное течение заболевания. И недавно была приватена большая работа на детской выборке пациентов с муковисодозом на детях, правда, говорит о том, что более агрессивное. То есть функция легких у больных с ахромобактером заведомо ниже, чем у пациентов как минимум с синергонной инфекцией. Для ахромобактера действительно это эпидемический микроб. Для него характерна возможность передачи от пациента к пациенту. Ну и что тут еще интересно, опять же, такие вот интересные данные, которые были опубликованы совсем недавно, то, что среди ахромобактера это неоднородный микроб и есть разное влияние на функцию легких. Вот, синосоксидность дает УФВ-1 58,8% от должного. В Руландии 46% от должного. Но в структуре Руландии большое негативное влияние представляет из себя секвенс дип 261, который представляет из себя УФВ-1 25% от должного. Напомню, эпидемический секвенс дип у нас 36, но негативное влияние образует ахромобактера Руландии в большей степени 261. Это такие свежие данные, опять же, от роги Львовны-Ворониной, вот совсем-совсем недавно. Брахонная рассипация. Очевидная контегиозность. Для брахонной рассипации характерны всем известные эпидемические вспышки. Очевидная патогенность, потому что у нас иногда тут было как-то несколько лет назад мнение, мол, меролюбивый микроб. Выделяют три типа клинического течения, ну, известный там, не влияет, влияет быстрее, или сипация синдром, ну, и сипация тот микроб, который во многих центрах мира представляет из себя препятствие для проведения трансплантации легких. Ну, вот, собственно, работа Манчестер, Манчестер, забыл еще, ну, после. Вот, вот, как там было в 90-е годы. Все насипации, вспышки красные, потом какие-то вспышки определенные, брахонные мультибор. Ну, у нас, вы помните, наш регист, у нас четко определенная возрастная группа попала под раздачу, под эпидемию сипации. 129 пациентов, которые у нас соблюдаются в ней пульмонологии, инфоцированные проходы сипацией. Динамик инфицирования за последние годы, вот она так пришла, 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 сейчас она уходит чуть-чуть на нет, связано, конечно, это прежде всего с тем, что и меньше инфицируется, меньше приходит аппедиатр, и, к сожалению, эти пациенты быстрее погибают. Говоря про клиническое течение, я тут хочу похвалиться своими данными. Мы ежегодно проводим этот анализ, я его обновил 2 дня назад. За 25 лет работы с ней пульмонологией прошло, и наблюдалось 662 пациента. Кредием включения в анализ являлась хроническая инфицированная грамма отрицательной флора, то есть из анализа были убраны пациенты с золотистым стафилокопом. Таким образом, в анализ было включено данные 501 пациента. Не сипация, то есть синервная инфекция, ахромобактор, клипсиелы, кишечная палочка, не важно, самое главное, что в ней стафилокопом 372 пациента, сипация те самые 129 пациентов. Анализ выживаемости, стандартный Каплан Майя, глиппогодичный анализ выживаемости. За 25 лет работы среди группы не сипации умерла четверть. В группе прохождение сипации почти половинку, да? Смотрите, 54-129 пациентов. Ну, средний продолжительный, не так интересно. Каплан Майя, каждая ступенька – это смерть, напомню. Естественно, сипация, здесь больше смерти зелененькая, в ней сипация меньше смерти синенькая. Здесь где-то медиана, вот она такая медиана. Медиана не всегда характеризует вот эту выживаемость, но очень понятно для публики показатели. А вот суммирующая таблица выживаемости с момента инфицирования флоры. Сейчас я не сделал акцент на этом. Что такое с момента инфицирования? Ну, появилась инфекция, мы ее зарегистрировали, и сколько пациентов проживет с момента инфицирования флоры? Ну, вы знаете, 5 лет. То есть, пациент инфицировался с инфицированием инфекции, 92% пациентов переживает 5-летний промежуток. Сипация – уже 78%. 8 лет – 85 против 58. И, конечно, катастрофы здесь. Десятилетняя выживаемость – 80 против 35. Про 15-летнюю выживаемость – 63 против 7. Если пациент инфицировался с инфицированием, то у него, он 7% пережил 15-летний период с момента инфицирования. Вот под клиническое течение инфицирования на течение муковисцидоза. Одномоментные анализы, которые иногда проводятся, взяли и посмотрели функцию легких среди живых пациентов, они не очень правильные, не очень достоверные, они не показывают реальной сути. Потому что мы анализируем живых пациентов, в основном это стабильные пациенты. Но мы не анализируем конечную точку умерших пациентов. А в этом анализе мы анализируем. А вот смотрите, я этот анализ провожу уже ныже года. Я хочу сказать, что не все так плохо, или не все так плохо, но не так уж, как могло было быть. Вот то есть я такой же анализ проводил 3 года назад, в 1400 годах. Десятилетняя выживаемость тогда была меньше 20%. Потом она чуть-чуть выросла, например, в 2016, и в 2017 стало 35. То есть мы хотим сказать, мы лечим этих пациентов, и они чуть-чуть стали дольше жить, они действительно живут. Да, умирают, но живут. Поэтому здесь, ну, необходимо сказать, что у нас есть успехи в увеличенной продолжительности жизни при инфицированной ситуации. Но они все равно, в разы меньше при инфицировании сильных новой инфекции, даже дезинфицированная выживаемость составляет 80%. Это вот ситуация. Ну, что тут, когда мы говорили, с которыми проводили, выживаемость зависит от эндомических штамм. Вот мы объединили в одну группу 709 и 208, то есть наши эндомичные штаммы самарской ситуации и московская против диких штаммов. Ну, естественно, выжимаемые среди штаммов, которые распространены в больнице, которые имеют мультирезидентность, намного ниже. Ну, вот, собственно, действительно, их вот эффекты, вот прямой выжимаемости. Между московским и самарским типом ситуации разницы нет, но это, собственно, не очевидно, и тот и тот является эмдемичным, и тот и тот является апрессивным. Что я хочу сказать, очень важно, мы вчера вот на интерактиве поднимали вопрос, как бы мы неэффективно лечились, сепацию, не сепацию, а хромобактер, стендрофамону, это все очень хорошо. Лечить мы не очень-то можем, но самое главное, это профилактика перекрестного инфицирования. Что бы мы ни говорили, количество взрослых пациентов, количество общих пациентов, включая детей, в стране увеличивается. Пациенты должны быть разграничены друг от друга. Все те спекуляции по поводу того, что пациент сеет одну и ту же флору, его можно положить в одну и ту же палату, недопустимо. Пациент должен быть разграничен друг от друга. Вот наши данные. Собственно, опять же, за последние годы мы проанализировали вновь появляющиеся случаи бархардерии и ситуации с этим нашим группой пациентов. Мы знаем, с 2008 года. К нам пришло, мы знаем, что они были инфицированы. Так вот, это абсолютное обличие. Ну ладно, 12 пациентов, и у нас инфицировалось, тогда мы так строго относились к сегрегации воды. Вот такое, конечно, что мы опять решили. Потом меньше, потом меньше. И в 2011 году новых случаев инфицировали. У нас в национале, у нас в центре все пациенты нет. Это связано с внедрением просто драконовских мер по изоляции пациентов. Ну, например, вот при всем волшебниках в келете у нас здесь три болитных гипсцитоза. Взади сейчас. Вот в Москве болитных гипсцитоз. Ну, я бы сказал, нет. Почему? Потому что они имеют разную флору. Они могут друг друга инфицировать. Да, тут нет ситуации, но агрессивная форма есть. Вот такая вот... Это дает очень хороший результат. Действительно. В итоге пациенты говорят, нам спасибо, да, мы инфицировались тем, что может нас убить. Говоря про лечение инфекции. Собственно, про лечение. Это не только применение конкретного антибиотика против конкретного ботогена. Это, ну, общее поддержание, скажем так, здоровья по энергетному келетному садозу вследствие внедрения в логику панетной терапии. Так как у нас нет ни одного, ну, скажем так, единого мирового документа по лечению окулисцидоза, вот прям одного, знаете, например, при астме джина, или при кобол, там, пол, нет. У нас есть мнение, ведущие специалисты, есть какие-то разные документы. Ну, вот я чаще-чаще взялся на этот программ из Израиля. Вот он как-то приезжал в 2011 году, нам рассказал про методы лечения в Израиле. А тут про их хорошие результаты, и мы делаем вот эти вот 10 золотых правил. Вы знаете, что здесь? Профилактика инфицирования есть, выдержание инфицированного статуса есть, кинезис терапии есть. Соток, он, тогда еще рассказал про гипертонический раствор, который стал широко применяться тогда в России. И после его установок докладок, сейчас, как мы это широко применяем, плотно переносится в целевых раствор, раствор, потому что мы не хотим, ну, не хотим, в реаниметаж, это кронообструкция и так далее, и так далее. Хотя мы сейчас можно широко применяем этот раствор. Всех этих недостатков лишен кианер, который мы тоже широко, широко, широко применяем. Собственно, его можно не хранить в холодильнике, и если каждый 6-7 пациентов из ростов, по альпу, по виситозам не переносит, простой селевый раствор кианер не переносит уже каждые 20. Есть новая инновационная форма, которую мы стали широко применять. Если говорить про медикаментозное лечение инфекции, ну, вот, я здесь буду ссылаться на данные национального консенсуса. Недавно вышел наш национальный консенсус. Большой карьерный, большой труд нас и, конечно, Елены Ивановны Кондратьевы, которая, собственно, все это инициировала в запасные годы. Ну, вот, собственно, вот, пост-энтрофомоги. Нет необходимости в какой-то агрессивной, чрезмерной, агрессивной аппетитации. Что можно делать при обострении заболевания? Это виситол, токотримоксозол, или кроморофиникол, или доксицеприн. При обострении заболевания тяжелого, то есть температура каши 5,000, цифалоспорина или фенициклина в сочетании обеда с тем же виситолом. Например, стендрофомоги – микроб, который имеет природную резидентность, кроме как хамин и трикозидом, еще карбопенемом. Поэтому здесь карбопенемы вроде как не нужны. При хроническом инфицировании увеличение частоты обострения мы, это не сказано, очень мало сказано, в национальном концентре, но не в иммуниологии. Кремб Rossiцинску мы используем инфائационно-квестину на хроническое ременит, в LAUR Team. По антибиотикам. Вот что данный национальный принцип. Опять же, холора, пенипол, не забывайте про это лекарство. Это старый добрый левымецитин. У многих пациентов он очень хорошо работает, особенно многих пациентов, которые не отвечают на терапию стандарта перец Heil. Опять же, этоaley 상황, Вот у меня было вчера приятными новостями, что цевтозидин широко применяют ингаляцион. Цевтозидин ингаляцион в Израиле, потому что мы тоже применяем вторхиналоны и противосинегнойной пенициллины. Лечение хромата может быть плохо видно, потому что это скриншот. Я зачитаю. При первом высении или связи с обострением внутривенной антибиотикой, ну то есть как бы возможность или претензия на эрадикацию. Назначается внутривенная терапия и ингаляция калистина на 3 месяца. Возможно с пероральными антибиотиками. Можно использовать КОМОКСИКЛАП. Тут наверное делается в виду КОМОКСИКЛАП. Ну в общем, при хронической инфекции ингаляция калистина, да, то есть здесь это понятно, а хромата характеризуется мультирезистентностью, способностью формировать биопленки, поэтому эрадикация не всегда возможна. Согласно международным рекомендациям для лечения обострения условных ахромобактеров используют комбинацию двух противосинегронных антибиотик. Ну а напомню, что здесь аминокрикозиды мы не используем, потому что аминокрикозиды не влияют на ахромобактеры. Собственно, все это есть в национальной консессии. Что мы видим в реальной жизни? Вот пациенты. Это вчера Александр Часто ссылался по политике Мефилатов, там работает очень хороший микробиолог Светлана Вениамина Поликарпова. Вот, собственно, тут и ахромобактер, и тоже появилась ситуация. Оба ситуация. Буквы С мы тут не увидим, мы видим буквы К, только Р. Ну а здесь ахромобактер в посередине. Чувствительность только, которая и то, где он был в судьбе, там написано. Это нам открывает, ну отчасти это плохо, мультиреситетный ток, это плохо. Ну отчасти открывает нам возможность применения различных антибиотиков и возможность ориентироваться на клинический эффект. При нетяжелых обоснованиях заболеваниях, при инфицировании, конечно, ну, с инфицированием ахромобактером или бархардерии в ситуации комплекс, по нашим данным, по опыту НИИ и пульмонологии, 50-50, мы используем большие антибиотики. Это естественные пищевые, это вторки налога. Я часто применяю левомицетин, это доксицеплины, ну то есть тетрацеплины, выбор антибиотика, зависимости от посева, да? Но прежде всего от результата предыдущего клинического эффекта терапии. Если пациент нам демонстрирует, что он хорошо отвечает на какой-то антибиотик, неважно, вторки налога, левомицетин, значит нам надо применять этот антибиотик. Очень часто не соответствует показателям инвитра, показателям инвила. Ну вот, в случаях нестабильного течения, мы очень сильно пролонгируем эти антибиотики. Микроб разрушает легкие. Микроб абсолютно патогенит, поэтому на длительное время назначаем антибиотики для контроля хронического инфекционно-воспалительного процесса в легких. Какие тосты еще по национальным концепциям? Это уже внутривенные инвилиционные циклы. Тоже, ну это уже при висении Бархадарисепарь, я не знаю, что это за препарат, в России есть препарат, он взял антибиотик, который из себя сочетает АЦЦ, ацетилцитин и тиампинекол. Тиампинекол это сульфогидрильное производное хлорампинекол. Ну то есть мы можем инвилиционно уголировать тиампинекол, или не мы, а пациенты. Он зарегистрирован в России, он как бы есть в продаже, его можно получать, но в общем так вот мы назначаем, поэтому есть национальный регистратор. Что мы делаем в... 58-й понятия. Есть препарат коламицин... Атаминутерный. Александр Владимирович, дайте три. Дайте три. Ну вот смотрите, есть ли антибиотиколамицин препарат, колистиметат натрия. У нас есть колистин, колистиметат натрия. Но тот колистин рекомендован для внутривенных инъекций, а наш не рекомендован. И там, и там этот самый колистин, в общем его флайпу, применяем колистин ингаляционный внутривенно. Да, да мы это делаем. Вот за последние годы, собственно за два года, более 30 пациентов мы прокапывали колистину внутривенно с хорошим клиническим эффектом. И не могу сказать цифры, там выросло, функция не выросла, но это действительно, наверное, добавление колистин внутривенно в принципе реально решает ситуацию в нашем кофе. Ну такие дозы. Правда бывает нейротоксичность, поэтому 16% пациентов мы препараты отменили. И контроль биохимию динамики без изменений. Действительно колистин внутривенно там позволяет решить множество проблем, связанных с пациентом. Для оптимализации ситуации синдрома обязательно применение симптомов. Ну это так же. Дальше. Эффективно длительное от 3 до 12 недель терапии пероранимых препаратов. При хронической инфекции конкурсируется прием таблетенов по 3 максозолу. Большинство и так далее, и так далее. И в ряде случаев при крайне тяжелом течении болезни допустимое сочетание двух бэнгалоктанных антибиотиков. Это то, что такое провокационное, то, что не всеми понятно. Нас в институтах учат другому, что это как бы делать нельзя. Ну вот, наговорю, наш на национальный концерт. Почему по сипации вообще ничего не известно? Почему по сипации такие обтекаемые формулировки? Потому что мировых данных по лечению стандартов этой инфекции нет. Собственно, по эрадитации. Кахранбурский обзор 2016-11, то есть полгода назад. Что мы видим? Ну вот, люди собрались, начали обсуждать. Ахранбурский выводов крайне мало доказательств. Обзор не мог предложить врачам доказательств эффективного протокола эрадитации для сипации. Нет коллективного протокола для эрадитации сипации. Ну и есть работа, которая показывает, вроде она не хронизируется в рядых случаях, если выдаем апрекируемый набор в сипации. Ну вот здесь, как бы, на работе хорстов это показывает. Но в основном это прохождение мультиворность, то есть для нашей сипации. У нас тоже были случаи эрадитации при длительном мультифицировании прохождение сипации, подтвержденным мультилокусным секвенированием. Один пациент, как раз, после того как он очень сильно увеличил свою терапию за счет наголяции солевого раствора, вроде не эрадитирует. И пациент, который мы сегодня обсуждали, полтора года лечил сапозущий мультикоптериоз, но с другой стороны у него не эпидемические проходили сипации 710. То есть она менее эпидемиологи, менее агрессивная, более склонна от эрадитации. Обострение сипации. То же самое. Никаких исследований не было выявленных. Вывод из собрания кислородов, что клиницисты должны продолжать оценивать каждого пациента индивидуально, принимая во внимание данные о восприняющихся, предыдущие клинические ответы и собственный опыт. Это, в принципе, первый из показовших обзоров. Но так и в принципе такая система для лечения сипации. Какая-то ингалюционная терапия, какая-то системная терапия. Системная терапия внутривенная или 3-4 раза в год на сайте лечения, запроводили при областном. Каблетинная терапия, опять же, тоже гисептол, левоксанцин, флоробин, и так далее. Ингалюционная терапия против сипации. Особой доказательств нет. Можно сказать, что ее в принципе нет. Что мы используем? Что есть в нашем арсенале? Это астрианан, который вроде как в Европе стал применяться, и мы все ждали, что он будет разрешен в насипацию. Он оказался не разрешен. Реально мы применяем цирктоситин, мерокином. Тот самый филомоксалонтиклочек. Наверное, в торкинолун, левоксанцин, который применяется уже в Европе, можно будет применять в насипацию. Мы пациентам не назначаем аминокрикоситы, но в практике в Европе очень часто применяются аминокрикоситы. Вы реально назначаете им просто в насипацию. По поводу фломуцилла антибиотика. Ну, вот я все время прошу аспиранта провести анализ, но ей как-то лень, поэтому мы не делаем пациентов. Это сканшот социальной сети переписка с пациентом, собственно, с моим, который инфицирован, проходили с аминокрикоситы, сиквенстип 728. Я сейчас начал делать ингаляцию фломуциллой антибиотикой, и мне заметно легче. Даже удивляюсь, что он мне до сих пор помогает. И дальше, т.д. Открык на афорту, геронер, бисептол, калистин, при ингаляциях практически нет. То есть, я как пациенту имею в виду эффективность. Нам приятного фломуцилла антибиотика пойдет. Конечно, это пациенту фломуцилла антибиотика будет возвращаться дальше. Что, собственно, опять же мы используем. Те же комбинации, основные антибиотики, посмотрите, то вот, и перевращивание на килограмм суток. Форту до 12 грамм, геронер до 9 грамм, Диенамм до 6 грамм. Другие, но все эти малоэффективные, по нашим залу выполнены европейские комбинации, но уже в действительности. Ну и, 50-х, мы это применяем. Два фломуцилла антибиотиков, включая два карлокинема, для лечения тяжелой обострений походной антибиотики. Комбинацию используем. Ну, опять же, с теми препаратами. Враждая с вода накажет и или. То есть, мы можем применять и писитол, и фтори, и фторкинолом, и фибрацил, ну, естественно, или там, минус. Часто применяем в этих пациентах стероиды. Чисто практически часто стероиды иногда разворачивают в ситуации в нашу полюс. Ну, это ротация антибиотиков, опять же, нисколько на основании чувствительности, только на основании принесых эффектов, показателей гидрологичных характеристов и оснований сфоритов. Сепация синдрома. Сепация синдрома – это то, что у нас, что убивает пациентов. Есть работа по, ну, приеме, нестандартных пунктам. Сочетание миронема, то, что, ты, 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 плюс мирон, плюс циклоспорин. Дангейский период назад, что бы много делал этой работы? Вроде как, давайте, давайте достать какую-то противоспорительную терапию. Поэтому здесь, как и вроде, обосновано применение противоспорительной терапии при сепации синдрома. Ну, вот, нашу вот недавнюю абсолютную сепацию синдрома разрешения. Тут не очень видно вот эти инфильтраты, но тут положительная динамика. Мы достигли только положительного отзыва при применении шести антибиотиков. Продолжительность спекинзации этого пациента – 84 дня. Мы пробовали то и то. Мы пробовали в разных комбинациях в меньшем объеме. С вами что здесь? Здесь три бета-локтамы из них, два карбупенема, но мы этого пациента выписали и отчасти спасли. Два карбупенема. Ну, такая терапия, конечно, очень идиозная. Для нас это терапия абсолютно, как бы терапия отчаяния. Мы ее упрямляем, победим эффект, мы спасаем больных. Есть ли какие-то международные работы? Да, есть. В основном они связаны с мультирезистентными микробами семейства энтеробактериаций, в частности, клепсиелы. В основном это клинические случаи, хотя вот здесь действительно уже будет исследовано 18 пациентов. То есть в мире и в Европе это применяют, правда, в основном. Эрдопенем и Дорепенем, Эрдопенем или Миранем. Какая здесь, не потому какая здесь идея, то, что якобы Эрдопенем берет на себя расход тех самых карбупенемас, этих страшных ферментов, которые стали вырабатывать эти микробы, а самый антибиотик как бы начинает вырабатывать микробы. Поэтому мы применяем, международная работа есть. Это не лечится. Ситуация такой пациентом не лечится. Все, все пациенты умерли. Да, мы могли протянуть, чуть-чуть подключить, но это не лечится. Чтобы мы не применяли, 10 мм, 5 мм, 6 мм, 2 мм, 2 мм, 2 мм. Ну, правда, у нас такие случаи были, да? Мы чуть-чуть разрешали, правда, через несколько месяцев этот пациент, суждений, сражений, сражений, сражений. Расплантация легких. 20? Жел 8 минут вместо травы. Я очень прошу. Расплантация легких. Помогу этих микробов. Расплантация легких, последний метод спасения нашего пациента. Вот такие работы. Вот была совместная работа северной королины с 2027 годом. Снижение выживаемости при инфицировании мультирезистентной микробов. Правда, здесь потом, что здесь всего лишь один пациент в ситуации, было с хромобаком. В основном, что мультирезистентная сиболька с негнойной инфекцией. Но при этом, как бы, выживаемость есть. А более свежая работа северной королины в 2015 годом говорит, не смотря на то, что есть мультирезистентность 3-ти. А хромобакторы и стендапононы, выживаемость после трансплантации не страдает. Ну и вот, по поводу порталенной ситуации, как я еще раз повторюсь, во многих странах первое, является противопоказанием для проведения трансплантации. Большой анализ о ровном. Секлата против насепации. Посмотрите. Плость трансплантации. Конечно, выживаемость. 93 против 48, 73 против 42, а вестеринги 57 против 25. Почти в три раза отличается при инфекцированной сибации и отсутствии от ОНГ. Ну вот я хочу сказать заключение. Просто так, скришот, кстати, который мы написали в ВК. Мы писали по-другому национальному регистуру. Просто мне нравится для физических построений, для регионов и их МОФА. Я хочу сказать, что мы должны препятствовать перекресткам, инфицированным среди больных. Я просто не считаю. Высокая доля инфицированных экстремальных микроорганизмов, как проходили в сибации комплекса, наша страна должна остаться без медицинской общественности. Снижение инфицированной проходили в сибации комплекса может быть осимпотом только согласованными действиями медицинского сообщества, направленными прежде всего на разобщение и строгую изоляцию больных. Во всех учреждениях, не только в федеральном уровне, но и в стационарах по месту жительства. Административно-финансовые квоты, ограничения квоты, побуждающих совместную госпитализацию пациентов в одной палате, не могут оправдать, не могут они оправдать, риск крайне неблагоприятного клинического прогноза в случае офицированной респлатонной тратки в ВКД-ресипации комплекса. Представление ВКД-ресипации комплекса, как омеролюбивые инфекции, полностью противоречит не только мировым данным, но и отечественным. Спасибо за внимание. Извините, что я задержался. Спасибо. Спасибо.